Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин прямо сейчас валится камнем. Минус уже 12%. Сегодня воскресенье, но нужно принимать очень сложное для меня решение. Очень сильная просадка. На балансе осталось уже 790 тысяч примерно. Так что считайте минус 130 тысяч долларов из-за этой коррекции на биткоине. И что я сейчас наблюдаю? Объемы продолжают расти на биткоине. Объем предсказывает цену, но теперь я везде вижу другие опасные паттерны, типа закругленные вершины, головы и плечи и всякое такое. Если вы один из моих учеников, вы знаете, что это означает. Пишите тогда комментарий в телеграме. Сложное, конечно, решение нужно принять. Мы покупали биткоин по 16 тысяч долларов. Только что нарисовали исторический хай, и теперь вот идем в обратную сторону. Все, конечно, настроены еще на бычку, откупают просадку, никто вроде не паникует. Сегодня воскресенье, но нужно все равно срочно разобраться, что к чему, потому что последнее воскресенье мы видели подъемы, но выходные фонды не покупают. В принципе, это нормально, что в выходные идет падение и замедляются покупки, потому что эти миллиардные фонды не покупают, и должна быть большая коррекция. Но то, что я вижу на графиках, там что-то нехорошее, какие-то дела. Теперь давайте перейдем на графики и проведем теханализ. Быстро покажу вам, что я вижу. Эфириум, очевидно, формирует закругленную вершину и голову, и плечи, что, конечно, медвежий паттерн. Основная поддержка, когда биткоин проваливался, была на уровне 3100 долларов, так что это была истинная цена для эфира. Теперь посмотрим на биткоин. Я расскажу, каким там заключением я пришел за последние несколько часов, когда пялился в эти графики. Вы видите явное закругление на биткоине. Я и вчера это еще видел фактически. Я увидел одно плечо и голову на уровне 74000. Это был отличный индикатор, чтобы выйти. Вот же видел это, сука, но не вышел. Потому что объемы все еще растут. Но это была моя ошибка. Потому что от вершины до этого момента это уже почти 12 процентов просадки. Теперь вы, конечно, можете сказать, что он вернулся в этот канал. И вы видите, что этот канал, который тянется с начала февраля, ходит биткоин в этом канале. Так что можно сказать, что, типа, это нормально и что мы можем увидеть тут отскок, потому что выходные, а в понедельник, типа, все вернется. Это как бы правильно, но что я здесь вижу, это закругленная вершина и голова и плечи. Плечо, голова, плечо. Интересно, что это плечо еще не отработало, не ушла цена вниз. Воскресенье сегодня. Вот почему для меня тут сложное решение. Но я вижу головы и плечи и закругленную вершину. Но опять же объемы все еще растут. Вы видите, объем все еще увеличивается. Но это отличается от того, что было раньше. Вы видите, раньше, когда биткоин поднимался, у нас были, что тут постоянно были бычьи флаги. Подъем, бычий флаг, подъем, бычий флаг, бычий вымпел. А теперь у нас просто голова и плечи. Теперь это закругленная вершина. Это не бычий флаг. И когда биткоин обвалился, в прошлый раз это было дно от 59 тысяч. Видите, это была истинная цена для покупки. Да, непростая, конечно, ситуация. Сложное решение нужно принимать. Я, пожалуй, позакрываю сейчас большинство своих позиций. Но посмотрите, какой еще интересный момент. Ставка финансирования на биткоине вернулась к базовым значениям. Все в панике, включая меня. Мой аккаунт обвалился с 918 тысяч на 788. Потерял почти 140 тысяч долларов. Но видим закругленную вершину. Но сейчас выходные. Торговые объемы растут, если особенно посмотреть на капитализацию биткоина. Но все-таки я вижу закругленную вершину. Обычьих флагов уже не вижу. Вот когда я посмотрел на 4-х часовой, что я там увидел? Я увидел проблемы. Формирование фигуры голова и плечи. Так как я и опасался. Нужно было действовать действительно раньше, нужно было продавать. Но, как говорится, с задним числом мы все умные. А сейчас я вот смотрю и вижу плечо, голова, плечо. И если биткоин упадет, то он пройдет расстояние от головы до линии шеи. И это может быть очень жесткое падение. Но действительно, что же делать? Особенно учитывая то, что сегодня воскресенье. На биткоин и TF покупок нет. Сложное для меня решение. Но я все-таки планирую позакрывать все большинство своих сделок. И затем расставить ордера на покупку ниже. Буду расставлять ордера на покупку на уровнях поддержки. Так что, ребята, все будет нормально. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео есть полезные ссылки. На Байбет регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Обязательно регайтесь по моей ссылке, потому что я провожу там много гивэвэев, раздаю деньги с этого аккаунта. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. 3. Присоединяйтесь к телеграмму. Хорошо, переходим на Байбет. Долго, конечно, не держал эту позицию на битке. Вы помните, я откупил дно после падения на одобрение TF. Короче, там продал, там купил и держал все это время. Прибыль по сделке пока что 181 тысяча долларов. Маржа у меня всего тут 12300, заработана 181 тысяча. И я закрываю эту позицию в плюс. Поставлю лимитный ордер, чуток повыше, может, будет какой отскок. Закроем эту сделку по рыночной цене с прибылью в 180 тысяч. Закрыть. Посмотрим теперь, закроется ли быстро эта сделка. Движется цена. Скачет, прыгает. 180 тысяч долларов прибыли. 65788. Давайте закроем по 65788. Все. Закрылась моя сделка по биткоину с профитом в 180 тысяч долларов. Вы видели, где я покупал, видели, где продавал. И теперь идем дальше. Будем снова покупать. Теперь я установлю тот же ордер на 6 биткоинов. Нет, поставлю, пожалуй, на 3 биткоина. Размещаем заявку на 3 битка на 59 тысяч. Оповещение там поставим на 59 тысяч долларов. И если будет прям жесткая паника, распродажа, поставлю на 1 биткоин вот здесь. Вот тут я буду покупать. Поставлю ордер на покупку. Итого, ставим ордер на 1 биткоин по цене 62,200. Купим там 1 биткоин. 1 биткоин по цене 62,230. Я открываю позицию на 1 биткоин по цене 62,230. Изолированная маржа, 20 плечо. Всегда использую изолированный режим. Это обойдется мне в 3 тысячи. И активируется сделка на 62,230. Поставлю на 2 биткоина, на 62, на случай, если уж не будет там дальше пролива. В общем, ставлю ордер на покупку двух биткоинов. Два биткоина по цене 62,230. Я надеюсь, я прав, друзья. Биток уже упал на несколько процентов, но посмотрите, где я покупал биткоин, посмотрите, где я продал биткоин. Так что я все ровно вырулил и заработал даже с этой коррекцией. Итого, у меня есть ордер на покупку по цене 62,230. Даже есть 2 ордера на покупку. Затем я поставлю на 2 биткоина. Хочу купить 4 биткоина по цене 59,000. Нет, я куплю 6 биткоинов по цене 59,257. Я надеюсь, друзья, я, конечно, прав, но вам нужно самим проводить теханализ, потому что реально сложное решение. 59,257. Будем покупать 4 биткоина. Видите? 59,257. 4 биткоина. Биткоин по цене 62,230. Тут 2 биткоина. Если он продолжит падать, я куплю еще. Вот такие у меня идеи по биткоину. Теперь я собираюсь закрыть некоторые позиции на других монетах. У меня есть USDT на счете, но об этом уже позже. Сейчас я позакрываю все, что у меня есть. Ну как, почти все. У меня есть доджкоин на 102 тысячи долларов. У меня доджкоина и, ну, тут, конечно, тоже сильная просадка. Давайте посмотрим, доджкоин, что там на графике. Не нравится мне, конечно, все это делать в воскресенье, потому что доджкоин ни хрена себе на доджкоине. Посмотрите, поднимался на 20 центов. И дальше перестал подниматься, это уже локальный максимум. Ну а потом 33 процента падения. Так что потерял, считайте, 33 тысячи долларов только на доджкоине. Ну ладно, если биткоин упадет, я куплю доги тогда по 12 центов. Поставлю там ордера на покупку по 12 по 13 центов. Большинство на 12 центов. Давайте так сделаем. Собираюсь продать мой доджкоин прямо сейчас. Весь объем на 102 тысячи долларов. Продадим по текущей цене прямо сейчас. Продать доджкоин на 102 тысячи долларов. Да, обидно, конечно, записывать такое видео. Посмотрите, где я покупал доджкоин. Покажу вам сейчас на графике. Смотрите, как обидно же, а? Не вышел вовремя. Посмотрите, где брал доджкоин. Что делать? Ну, нужно как-то фиксировать прибыль. На 20 центов залетал доджкоин. Нужно было там все-таки продавать. На 20 центов нужно было выходить. Посмотрите все-таки, где были мои покупки на доджкоине. Прекрасно же, да. Ну а теперь я собираюсь все это продать. Давайте посмотрим, продается, не продается. Да, все нормально, все продано. Люди меня, конечно, захейтят, я так чувствую. У меня есть два биткоина, я их продам. Это на споте. Это, конечно, не так существенно, потому что в долгосрочной перспективе, я думаю, что все равно это все отрастет. Но прямо сейчас-то падает. Так что лучше продать. Хорошо, продам здесь. Смотрите, где я покупал. Я теперь собираюсь продать биткоин по текущей цене. Продать 2 биткоина. Продается. 2 битка только что проданы. И собираюсь поставить ордера теперь на покупку битка по 62 тысячи долларов. Я куплю один биткоин. И по 59 тысяч. Нет, давайте поставим на 2 биткоина по 59. Я продал биткоин по 65 тысяч. И поставил ордер на покупку одного биткоина по 59. 1 биткоин по 62 тысячи. Теперь давайте посмотрим, что еще у меня есть на балансе. USDT. Uniswap на 87 тысяч. Uniswap тоже, конечно, просел на 7%. Но все равно я заработал денег там. В общем и целом. 800 тысяч долларов на аккаунте, а было 150 тысяч. Так что все равно хороший результат. Да, было бы, конечно, неплохо позакрываться еще на этом пике. Нужно было сообразить раньше, что это был локальный пик. Ну и тут смотреть, как поднимался. Uniswap затем развернулся обратно. С 17 долларов на 12. Это, конечно, сильное падение. Жестко. В принципе-то выходные. Нормально, что падает. Но, блин, 43% это вам не шутки. 43% бляха. Тупо было, конечно, все не закрыть еще пару дней назад. Но прям же чувствовал, что биткоин образует этот паттерн. Посмотрите, какой был рост. Лучше, конечно, закрыться и зафиксировать прибыль. Но похоже, что на Uniswap таки бычий флаг формируется. На Uniswap тут по-другому. Не похоже что-то на голову и плечи. Это похоже на бычий флаг. Но, с другой стороны, если биткоин упадет, то и все будет падать вслед за ним. Лучше зафиксировать прибыли, откупить там где-то на поддержке. У Uniswap есть хорошая зона поддержки на уровне 9 долларов. Основная зона поддержки на 9 долларов 70 центов. Хорошо, давайте закроем Uniswap. Продадим Uniswap. И посмотрите тоже, где я его покупал. Видите, да? Где я покупал Uniswap еще по 5 долларов 80 центов. Но сейчас он в районе 12 долларов. Так что все равно хорошо заработал на Uniswap. Теперь можно продать 87 тысяч долларов. У меня Uniswap. Ладно, все продаем. Продаем. Посмотрим, давайте заполняется ли ордер. Хорошо. Продано 7200 Uniswap по 12.83 доллара. Все. Закрывается Uniswap. Фиксируемся. Все продано. И теперь нужно установить ордера на покупку по Uniswap. Хорошо. Да. Продается Uniswap. Видите? Ордер заполняется. 5500. Но быстро все закрывается. Осталось две. С небольшим. Распродаем весь Uniswap. Хотя тут бычий флаг с другой стороны. Но хорошо. Давайте продаем Uniswap. и поставим ордера на покупку пониже на 9 долларов 70 центов. Тоже поставим на 7000 монет. Сколько продал, столько давайте и возьмем. Покупаем Uniswap по 9 долларов 70 центов. 7000 монет. Так что, получается, откупим дешевле. Если, конечно, вся эта идея сработает. Ордер на покупку Uniswap по 9 долларов 70 центов на 7000 монет. Теперь уже у меня прибавилось USDT. Есть MCRT. Но я не продаю MCRT, потому что не сильно тон поднялся. Да, я и вообще не продавал никогда токены MCRT. У меня их 10% от общего количества, потому что я был ранним инвестором в MCRT. И у меня есть один миллиард токенов. Но из них я еще вообще ничего не продавал. Вот эти вот токены, которые у меня здесь, я купил на свои деньги, на 55 тысяч долларов. У меня MCRT и FXS упал на 9%. Конечно, отличная была возможность вчера продать. Нужно было это предвидеть. Это была моя ошибка. Нормально, конечно, совершать ошибки, если мы на них учимся. Вчера вот чуйка мне подсказывала, когда я увидел, что биткоин формирует голову и плечи на уровне 74 тысячи. Нужно было все продавать. Чего-то поленился. Не ожидал, конечно, такого сильного отката в выходные. Хотя я знал в пятницу, что не будет ETF на выходных. Можно было предвидеть какое-то падение. Было бы разумно продать. Сэкономил бы немало денег. FXS, я смотрю, вообще не показал никакого движения. Не в ту сторону, не в другую. Все-таки давайте сделаем то же самое. Продадим и поставим покупку на уровнях поддержки. 6 долларов 20 центов. Давайте закроем позицию по FXS и откупим обратно по 6 долларов 20 центов. Ну, тут по FXS, конечно, небольшая разница, но все равно продадим по текущей цене. Все, что есть. На 45 тысяч долларов и затем откупим обратно. А где откупим? Вот если биткоин упадет, то по 6 долларов можно брать. Поэтому продаем FXS. Все монеты. 5 900. Продаем по 7 долларов 60 и попытаемся откупить сниже по 6. Тоже поставлю здесь и оповещение. Но если все сработает, то это будет величайший трейд в истории трейдинга. Хотя чувства меня, конечно, захейтят за этот видос. Обычно люди в таких случаях на меня, конечно, выливают. Но часто я оказываюсь прав. Нужно было, сука, довериться чуйке вчера и все продать. Ладно, по 6 долларов попытаемся откупить FXS. Посмотрим, как там пойдут дела. Продаю FXS по 7 долларов 60 центов и будем откупать по 6. Сделачка по FXS понемногу закрывается. Теперь у меня USDT на 380 тысяч долларов. WorldCoin на 42 тысячи. Тоже опустился на 11 процентов. Ну, конечно, да. Жирно. Давайте посмотрим теперь на WorldCoin. Я покупал эту монету по 2 доллара. Смотрите, где я покупал WorldCoin. Сейчас уже 8 долларов 80 центов. Конечно, сильный тоже пролив на WorldCoin. Нужно было продавать еще в пятницу, когда я увидел, что формируется эта закругленная вершина, формируется голова и плечи. Началось падение на битке. Тут 31 процент падения. WorldCoin, посмотрите, тоже формирует бычий флаг. Однако, если биткоин полетит вниз, то обвалится все остальное. Посмотрите, в прошлый раз, когда падал биткоин, WorldCoin тоже ушел вниз на 5 долларов 30 центов. Это была тоже его истинная цена. Но сейчас WorldCoin, я смотрю, формирует бычий флаг. Это как бы не совсем закругленная вершина. Ну хорошо, поставим на 5 долларов 30 центов. Если биткоин будет падать, то все остальное тоже будет падать. Поэтому лучше все продавать. Продаю все WorldCoin по 8 долларов 50 центов. Я все-таки здесь заработал, конечно. Что тут? 42 тысячи. Собираюсь попробуем снова откупить по 5 долларов 30 центов. Сейчас продадим, а потом откупим. По 5.30. Сколько это получается, я только что продал? Поставил ордер на продажу. Уже откупили все WorldCoin. Исполнился ордер, сколько я только что продал. Вроде там 5000 было. Сколько я хочу взять в итоге. Да, 5000 монет. Быстро продались-то все монеты. Хорошо. Так что давайте возьмем теперь обратно 5000 WorldCoin по... почем там? По 5 долларов 30 центов. Итого, покупаем 5000 монет по 5.30. Расставляю ордера на покупку на FXS. Uniswap биткоин. Посмотрите, по биткоину у меня еще есть ордер на 37 тысяч. Прикольно. В общем, сейчас покупаем один биткоин на споте по 62 тысячи. Один биткоин по 59. Должно быть два биткоина по 59 тысяч. Посмотрим, как там? Проверю еще. На аккаунте у меня 787 тысяч долларов. Был это 918. Так что если бы доверился своей чуйке, своему пониманию того, что там происходит на биткоине, здесь подходил к пику, если бы действительно прислушался к своему внутреннему голосу. Ну вот знал же, что это локальный максимум. Тут формируются голова и плечи. Держится пока что на этой трендовой линии. Если это все-таки будет дно на биткоине, то, конечно, для меня обидно. Но все равно я наторговал 800 тысяч долларов, начинал со 150 тысяч. Так что иногда нужно фиксировать прибыль. Но если биткоин ниже не опустится, то это будет, конечно, обидно. Если биткоин сейчас снова полетит вверх, то это будет неприятная для меня история. Вот тут формировалась-то голова и плечи. И биткоин должен пойти, по идее, на 62 тысячи, на 59 тысяч. Исходя из того, что голова и плечи на биткоине, вот это плечо, потом образуется голова, и когда это произошло, нужно было все-таки прислушаться к своей чуйке, что это вот плечо, голова, и можете видеть вот это более крупное плечо, которое формируется на биткоине. Вот видите же, да? Это голова и плечи. И если эта фигура себя отработает, то польется биткоин, и можно измерить расстояние, которое он пройдет. От головы до линии шеи. Может биткоин идти вниз. И вполне возможно, что биткоин упадет на 57 тысяч. Но 59 тысяч, там в прошлый раз падал туда биткоин, там находились крупные покупатели. Но давайте проверим, где у меня стоят ордера на покупку биткоина. У меня есть ордера на 62 тысячи, на 59. Да, все правильно, 62, 59. Хочу добавить еще 3 биткоина по 59 тысяч. Или я поставил уже, сколько я там поставил биткоинов по 59 взять? Я собираюсь добавить 2 биткоина по 59, куплю 2 биткоина по 59 тысяч долларов. Один биткоин по 62 тысячи. Вот один биткоин по 57 нужно поставить. Раскидываю свои мешки денег. Кто-нибудь раньше видел или нет? Ворочаю миллионами. Почти миллионом. 900 тысяч долларов. Прикольно, да? Просто вот проснулся утром воскресенья и решил подвигать эти мешки бабла. Ну хорошо, давайте идем дальше. Есть у меня ордера на покупку биткоина по 62 тысячи 59. Два биткоина по 59 и один биткоин по 57 тысяч. Вот такие у меня ордера на покупку. И также у меня есть ордер на покупку ворлдкоин. Вот они, короче, все мои ордера. Что-то здесь не так. Что происходит? Да, потому что это деривативы. Тут плечо. Ладно, мне нужно еще на споте. Так, что у меня на споте? Тут есть один биткоин. Раньше у меня было 2 биткоина на споте. А тут один биткоин. И на фьючерсах там у меня на 6 биткоинов. Один покупаем по 62 тысячи на споте. Один покупаем по 59 на споте. И один на споте будем покупать по 57. Если вы хотите понять, как торговать, то проходите мои курсы по криптотрейдингу. Что у меня тут? Покет на 31 тысячу долларов. Ушел вниз на 11%. Тоже упал. Нужно было, конечно, и покет закрывать. Но теперь покет-то стоит уже дешевле, чем я его брал. Но покет, это я брал в долгосрок. Так что тут можно еще поставить ордера на покупку покета по 15 центов. На случай, если биткоин упадет, все будет падать. Добавлю еще в покет на 30 тысяч долларов. Или, может, лучше продать покет прямо сейчас. У меня есть покет, а на сколько там? На 31 тысячу долларов у меня покета. Наверное, не нужно его продавать. Лучше взять еще. Давайте поставим ордера на покупку по 12 центов. На случай, если будет проливаться биткоин и все остальное вместе с ним. Давайте посмотрим, что тут на покете. Ну, смотрите, здесь тоже формируется закругленная вершина. Похоже, что все везде закругляется. На 13 долларов 70 центов. Но это будет мое либо самое гениальное решение, либо самое тупое. По 13 долларов 70 центов. Купим еще покета на 30 тысяч долларов. По 1370. В общем, все ордера расставлены. Или что там еще у меня есть. Токены MCRT. В общем и так далее. USDT на 466 тысяч долларов. Есть немного биткоина, немного соланы. Это все тоже нужно продать. А, ну это на аккаунте фандинг. Нет, это, конечно, нужно сделать на споте, поэтому мне нужно перекинуть с этого аккаунта на спот. Давайте переместим прямо сейчас на спотовый баланс. Я собираюсь продать биткоин, так что перекидываем его на спот. Довольно, конечно, длинное видео получается, но вы смотрите на мой реальный аккаунт, на мои реальные деньги. Наблюдайте, как я торгую. Расставляю ордера, что-то продаю. В общем, перемещаем с баланса финансирования на спотовый баланс. У меня есть солана, эфиры, солана на споте. В общем, теперь нужно перейти на спотовый аккаунт. Что тут у меня есть биткоин. Нужно его продать по текущей цене. Продаем по рынку 0.7 биткоина. И мне еще есть солана. Ребят, опять же, все, что я тут делаю, вы там сами принимаете решение, проводите свои исследования. О, ни хрена себе. 185 долларов стоит солана. Ну круто. В общем, позакрывал я все свои позиции, закрыл сделку по биткоину, которую я открыл уже давным-давно. Вы знаете об этом, если вы регулярно смотрите мои видео. Ну не знаю, трудное было, конечно, решение, но такая чуйка мне подсказывает, что нужно было все продавать. А торгую я уже 23 года. Но вы, ребят, там сами принимаете свои решения. Я просто показываю вам, как я торгую. Ну и теперь, что я вижу на биткоине? Торговые объемы растут. Это, конечно, очень важный показатель. Объем предсказывает цену, но я лично вижу, что есть признаки изменения тренда. Меняется уже трендовая линия, так что если биткоин сейчас упадет, то может капитализация упасть на 1.14 триллиона долларов. Это еще 13% падения от максимальных значений. Есть тут формирование вершины, но это, конечно, выходные. Биткоин может легко восстановиться. И, возможно, я сейчас совершаю очень большую ошибку. Но на самом деле, какая тут ошибка, если я наторговал 900 тысяч долларов за три месяца. Посмотрите, был у меня тут 475 тысяч долларов, поднимался на 918 тысяч, затем обвалился на 787 тысяч. Так что, считайте, заработал я 500 или 450 тысяч долларов за последние три месяца за 30 дней. Смотрите, за месяц, получается, я заработал 183 тысячи долларов. Но за последнюю неделю с 863 на 918, затем на 787. Так что тут, да, я понес потери. В общем, расставили все ордера. USDT у меня на 467 тысяч долларов, MCRT 55 тысяч, Pocket 31. Поставил еще несколько ордеров на покупку. Биткоин, SUI, это я закрываю. И расставил ордера на покупку. Есть ордера на покупку биткоина по 57 тысяч долларов, Pocket по 13 центов, FXS по 6 долларов, буду брать 6000 монет, Uniswap по 970 хочу взять. Один биткоин планирую купить по 59 тысяч долларов, еще по 62 тысячи. И также на деривативах установлены ордера на покупку по 59 тысяч долларов на 62 тысячи долларов. Один биткоин и еще один биткоин на 62 тысячи. Вот это все мои ордера. Ну что ж, на сегодня все. Прошлись по рынку. Все полезные ссылки в описании под видео. Первое это биржи, второе курсы, третье телеграмм. Давайте посмотрим, что там в телеграмме. 104 человека онлайн. Много кто, конечно, хочет уже позакрывать свои длинные позиции, не застрять как бы в этом падении. Но надо помнить, что сейчас выходные. На ETF биткоины не покупают. Ну а завтра утром, если подключится ETF и если биткоин не упадет, а будет уже расти, то тогда мне нужно будет следить за рынком и быстро все покупать. Посмотрим, в общем, правильно ли я сегодня поступил или нет. Будет видно. Хотя, конечно, лучше было все продать еще вчера, когда я увидел, что биткоины формируют закругленную вершину в районе 73 тысяч. Сэкономил бы 150 тысяч долларов или сколько там получилось. Но это мое решение, вы там сами свои принимайте. Я тут финансовых советов не даю. Я просто показываю то, что я делаю на рынке со своими деньгами. Трудное, конечно, решение пришлось сегодня принимать. Почему? Потому что это воскресенье. И мы знаем, что в воскресенье на ETF не покупают биткоины, так что, может быть, это было обычное падение для выходных, и это тоже возможно. И я не исключаю, что цена уже может вернуться на 73 тысячи. Ничего страшного в этом нет, потому что все равно я наторговал с 150 тысяч долларов, уже 787 тысяч. Так что это не то, что я прям ушел в минус. Я на самом деле заработал. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Обязательно на все подпишитесь на все ссылки, которые есть в описании под видео, и будете следить за тем, как я буду торговать дальше. Подвигло сегодня 800 тысяч долларов, тоже неплохо. Всех люблю, обнимаю, и увидимся завтра.